Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, сегодня очередное видео в рубрике моей про долголетие долгожителей. В своих нескольких последних видео про долгожителей я особо тщательно, подробно, скрупулезно пояснял, какие точные статистические данные велись в Советском Союзе в 30-х, 50-х годах, какие создавались комиссии, какие проводились исследования, какие собирались точные доказательства, факты того, сколько кто прожил. Было доказано, что в Советском Союзе примерно к 50-м годам проживало около тысячи человек в возрасте от 120 до 180 лет. Но есть те люди, которые считают все это неправдой, они уверены, что были приписки, что столько человек прожить не может и так далее. Так вот, я уже много раз говорил и отсылал таких людей к своим видео, где собраны неопровержимые доказательства жизни определенных людей. К примеру, Махмуд Ивазов, талыш по национальности, проживавший на территории Азербайджанской ССР, прожил 152 года, и это абсолютно точно, поскольку он являлся основателем деревни, в которой потом жили все, кто знал его, даже глубокие старики, с самого рождения своего, понимаете? Более того, дата его рождения, конкретный день и даже час, совпала с событиями природными, а именно с землетрясением. Более того, врач русской армии, очень известный врач, который оставил потом дневники, у него привычка такая была, писал дневники, лично принимал роды у его матери, которая, кстати, тоже прожила 150 лет. Так вот, срок жизни Махмуда Ивазова от дня и часа его рождения до часа его смерти известен. Это просто истина. А коли человек может прожить 150 и более лет, то удивляться уже ничему не надо. Ну а теперь сегодня я расскажу вам о другом сверхдолгожителе из Абхазии. Срок жизни которого известен доподлинно также и по той же самой причине, что он является основателем маленькой когда-то глухой деревушки в лесу, а потом при его жизни эта маленькая основанная им деревушка стала известным городом Гал в Абхазии. Зовут этого уникального человека Тлабган Кецба. Годы его жизни 1792-1948 год. Итак, он прожил 156 лет. Кстати, некоторые недоброжелатели любят меня, вернее, пытаются подловить на какой-то неточности, но сделать это, конечно, невозможно просто по определению, потому что я робот в этом смысле. Я никогда не делаю ошибок. Я предельно точен всегда. Сейчас я поясню. Так вот, в 1948 году был создан фильм, отрывок из которого я показал вам в видео про другого сверхдолгожителя Абхазии, Мансира Киута. Он прожил 146 лет. И я говорил тогда, что он является старейшим жителем Абхазии. Все правильно на тот момент. Ведь к тому моменту другой старейший житель Абхазии, о котором сегодня речи пойдет, к сожалению, умер в возрасте 156 лет. Проблема многих современных людей, что они не дружат с логикой вообще. Ну а теперь конкретно о сегодняшнем долгожитии. Итак, в сборнике «Старость», изданном Академией наук УССР в 1940 году, описана беседа с Толбоганом Кезба. И, кстати, есть фотография, когда Толбоган в возрасте 132 лет был запечатлен со своим проправнуком. Прошу минуту вашего внимания для моего объявления. Надеюсь, мы будем с вами, со всеми честными и порядочными людьми, солидарны в борьбе с мошенничеством, подлостью, цинизмом, предательством, воровством, ложью. Я прошу вас посмотреть вот это видео. Ссылку на него я оставлю прямо под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Это видео про одного мошенника из Дагестана, из Кизелюрта, который зажал мои деньги, которые я проплатил ему 3 марта этого года, на две мельницы. Он производитель мельниц с каменными жерновами. По нашему официальному заключенному с ним договору, до 15 апреля, то есть за 40 дней, он должен был сделать их, привезти ко мне, в Псковскую область смонтировать, для производства муки из моего биозерна. Но прошло уже на 3,5 месяца больше, он постоянно врет, цинично пишет, что завтра-завтра, то машина уже собрана, завтра отправляется, то выезжаем, то грузимся, то молчит неделями, пропадает. Считает, что это нормально. Он считает, что свое слово можно не держать. Для него это норма жизни. Потому, дорогие друзья, этого мошенника надо знать в лицо. Правда должна торжествовать. Помогите и вы свершиться этой справедливости. Распространите это мое видео, ссылку на которое я оставил под этим видео, всем, кого вы знаете. Попросите их опубликовать это максимально везде. В соцсетях, блогах, везде. Отправлять своим знакомым. Важно предупредить всех людей, чтобы с этим мошенником и подлецом никто не имел никаких дел. Никогда у него ничего не заказывал. Нужно прославить этого гада перед всей страной. Особенно перед народом Дагестана, который он позорит. Жду от вас содействия в этом вопросе. И обязательно это видео сами посмотрите полностью. Это очень важно и поучительно. Эту и другие фотографии сделал уникальный исследователь. Шофира Иосиф Борисович, бывший сотрудник Института биологии Академии наук СССР. Он увлекся геронтологией. Переписывался с органами САБЕСа, составлял картотеки столетних и более людей. Когда он собрал колоссальные материалы по Абхазии. В 1956 году была издана книга «Долголетние люди Абхазии». Но в дальнейшем он продолжил переписку с председателями колхозов, работниками горосполкомов, не только пополнив свою уникальную картотеку новыми адресами, но и ездил лично по этим адресам, опрашивал соседей, всех родственников, проводил серьезнейшие расследования, научную работу. Так вот за несколько лет Иосиф Борисович провел колоссальную работу. Он подробнейшим образом опросил несколько тысяч долгожителей и несколько сот из них сфотографировал. Шафира стал единственным специалистом по долгожителям в мире, на самом деле, такого масштаба единственным. Его приглашали в качестве докладчика в научные учреждения и поручали возглавить научные экспедиции, которых до 60-х годов, начиная с 20-х, у нас в стране, в СССР, проводилось много. На основании этих работ многие ученые проводили дальнейшие исследования. Итак, свидетельства и живые люди, кто его помнил, знал, говорят о его ясном сознании и прекрасной нормальной психике. Он рассказывал, что во время его детства были кровавые местные воины. Тогда он ушел в леса и стал жить в одиночестве. В лесу, в дикой природе он был охотником, хорошим. Ходоком мог пройти до 80-90 километров за один день. В дремучем лесу он расчистил поляну, где стал сеять гоми. Тут надо пояснить, потому что современные люди практически не знают, что такое гоми. Гоми по-другому называется чумиза. Другие его названия бор или итальянская проса. Это очень ценная, кормовая и продовольственная культура. Но для простоты скажу, будем называть это проса. Проса уже знают многие. Так вот, очень важный момент. Подчеркну, потому как это тоже мало кто сопоставит. Кукурузу, про которую мне претензии предъявляют, что вот, ели наши предки кукурузу, и, мол, так сказать, здоровые были, а я в своем видео «Что есть нельзя, какие продукты не стоит есть». Я объяснял, те продукты, которые содержат огромное количество лектинов, белков, вызывающих воспалительные процессы в организме, есть не стоит. Но, естественно, огромное количество протестующих стало выпендриваться там, и сказки начали сочинять про испокон веку ели и так далее. Так вот, внимание, кукурузы тогда еще не знали в те времена, когда рос наш сегодняшний герой. Проса он возделывал. Далее, он устроил там себе жилье на этой поляне. Людей кругом не было. И вот только с 60 лет от роду Кецба женился. Затем возле его домика стали селиться и другие люди. С течением времени образовалось село, затем городок, получивший название Гали. Теперь это один из районных центров Абхазской АССР. Ну, это на момент 40-х годов и далее на момент существования СССР. Женат он был один раз и имел пять дочерей и двух сыновей. Старшие дети умерли. Четверо живы сейчас на момент 40-го года. Старший Марии 80 лет, Софии 78, Аннетте 76 и Будге 74. У него 67 внуков и внучек, более 100 правнуков и проправнуков. Всю жизнь он провел на одном месте, никуда не выезжал. Занимался сельским хозяйством, плотничал. Кецба стал одним из первых колхозников Абхазии. Обычная его пища была та же, которую едят все. Старик очень любил фрукты, особенно виноград. Никогда он не пил ни водку, ни курил. Считал, что это очень вредно. Он охотно бывал в обществе, где его любили за веселый нрав. Был хорошим танцором и певцом, отличался спокойным характером, ни с кем не ссорился, никогда ничем не болел. Всегда чувствовал себя хорошо. До самой смерти делал прогулки по 3-4 километра в день. Так вот, уважаемые, любознательные зрители, вы понимаете, что помимо паспортов, бумажек, которые выдают на основании чего-то, есть гораздо более важные в сотни, в тысячи раз данные, свидетельствующие о реальной жизни человека. И вот в частности, одним из таких факторов, доказывающих на 100% из 100 срок жизни человека, является то, что все без исключения, кто родился в этом селении, а затем в городе, скажем, 70 лет назад, или 90, или 100 лет назад, то есть кому 70, 80, 90 лет, помнят его уже стариком, знают, потому что и их родители, которые, конечно, своим детям не врали, а дети знали своих родителей с рождения, прекрасно знают все, без единого исключения этого человека, что он основал их поселение, сколько ему лет, сколько лет детям его, с которыми дружили с детства другие их сверстники. Вы понимаете? Поэтому, дорогие друзья, я прошу вас ради торжествования справедливости, ради того, чтобы угомонить наглых хамов, глупых умников, извините за каламбур, так вот, поясните им, пошлите, и это мое видео, прошлое мое видео, видео про Махмуда и Вазова обязательно, под видео я ставлю ссылки, и вообще ставлю ссылку на мой плейлист по долгожителям, где собраны все мои видео на эти темы. Кстати, в них я объяснял и причины, и следствия долгой жизни, что это не просто вот воля небес, или случай такой, или генетика такая, или, так сказать, не надо упрощать. Там есть группа факторов, совершенно объективных причин долгой жизни тех или иных людей. Так вот, хотите понять, разобраться, смотрите эти мои видео от начала и до конца, и поймете. А в завершении я вот что хочу сказать. О чем Чирский район Абхазии издревле славился людьми с особым долголетием. Хотите, я расскажу о другом старейшем жителе села Тамыш, которому было 138 лет на момент точной фиксации его возраста. Сохранились также фотографии и подробная история жизни. А также я хочу вам напомнить, что в 1938 году раз и навсегда был зафиксирован факт научный, медицинский. До 100 лет человек не то, что не долгожитель, но и не старый человек. Более того, старость бывает двух видов, естественная и неестественная. И подробно об этом я рассказывал в другом своем видео. А я вам советую посмотреть все мои видео о долголетии, долгожителях. Это и познавательно, и интересно, и это очень важно знать. Это вам в жизни точно пригодится. Ну и, конечно, прошу написать вас под этим видео, стоит ли мне делать дальнейшее видео о долгожителях. Будете ли вы мне помогать в пресечении невежества и кликушества тех умников, которые прекрасно понимают и вякают, что таких людей не было и так далее, только для того, чтобы себя успокоить тем, что они ведь прекрасно знают, что долго они не проживут, потому что пьют, курят, едят мясо и все подряд, что берут от жизни все, что кутят и прожигают бесцельно свою жизнь. Они-то это осознают подсознательно, по крайней мере, хотя и боятся признаться себе в этом открыто и честно. И изменить себя к лучшему нет, проще втоптать в грязь все вокруг себя. Вот таким негодяям надо дать отпор и четко объяснить, не умолчать, когда несут такую чушь и наглость, а поставить взорвавшихся хамов на свои места. Поэтому прошу вас написать, будете ли вы в этом мне хоть как-то помогать. Видите где-то в форуме или в чате что-то пишет такой наглец. Так напишите ему, осадите его, а мои видео вам помогут. Ведь опровергнуть очевидное невозможно. Можно только вякать не зная или будучи просто подлецом. Ну вот, чтобы иметь моральное право назвать подлеца подлецом, вы покажите, может быть, человек покаяться, скажет, да, я был дураком, неправ, поддался своим слабостям, глупостям, поддался идиотской пропаганде, сладкой для меня других крикунов. Тогда это честный человек, по крайней мере, будет, и что ж, можно пожать ему руку. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. До новых встреч!